АПЛОДИСМЕНТЫ Павел Алексеевич Асахов – видный юрист, телеведущий, политический деятель, бывший, отмомоченный при президенте по правам детей. Его имя известно далеко за пределами профессионального сообщества. Он участвовал во многих громких делах и заслужил славу одного из лучших адвокатов Москвы. Среди его подзащитных были многие известные политики, а также звезды российского шоу-бизнеса. Сегодня он поделится с нами своим опытом и расскажет нам о том, как и что значит быть адвокатом в современном мире. Прошу поприветствовать Павел Алексеевич. Добрый день. Резеренные места разбежались, поделившись, да? Боятся. Боятся? Там видно было, да? Да, да. Это я обидевался. Хорошо, а микрофон нет, так чтобы в руках держать? Только так, да? Когда вот стоишь за трибуной, кажется, трибуна отделяет вас. Я даже прыгнуть не могу к вам на руки. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад вас всех видеть. А где Путин для презентации? Ну, я, во-первых, благодарен, что меня пригласили выступить на этой площадке. У вас замечательные люди выступали, судя по той стене, которая завешана фотографиями красивыми. Почему-то себя такими очень грустными лицами даже Анжелина Джонни. Я сегодня перед вами выступаю в статусе адвоката, там много чего сказано. Действительно, за последние 25 лет я сменил несколько видов деятельности, но тем не менее, я по-прежнему снова остаюсь адвокатом, как и в 93-м году, когда я пришел в адвокатуру. Тогда новую российскую адвокатуру, она, в общем, только формировалась. Шли активно очень реформы, прежде всего судебные реформы, реформы правоохранительной системы. И было очень интересно работать с адвокатом. Поэтому, начиная с 93-го года, я по адвокатуре сейчас попробую. О, отлично. Ну, это, собственно говоря, наша любимая Родина. Почему я решил начать с этого слайда, потому что так случилось, что за последние 20 лет я действительно поработал не только во многих местах и на многих участках, но и в разных странах. И, в принципе, была возможность остаться работать в Испании. Я там начинал в 96-м, 97-м, 98-м году работал. Потом учился в Америке два года, жил, стажировался, учился в Америке. Тоже была возможность остаться во Франции достаточно долго. У меня складывался карьерой, я там и дела даже вел. Даже было два интересного дела против Министерства культуры Франции в 2005-м году и против таможенной службы Франции. Тем не менее, я всегда стремился вернуться в Россию, работать в России. Поэтому не верить в то, что пишут часто, что моя семья живет за границей и так далее. Действительно, отдыхать, путешествовать, это не запрещено. Мы очень любим, всегда путешествовали и ездили. Но вся моя семья живет в России, потому что даже старший сын, который учился в Лондоне, потом в Нью-Йорке, где-то уже через год, через два, говорил, что я очень хочу вернуться, потому что в России интересно. Это действительно страна без граничных возможностей. Это правда. Поэтому я бы хотел показать два высказания, которые с разницей, одно было в 19 веке, сделанное было в 20 веке, и тем не менее, оба абсолютно правдивы. Можно массу найти высказания, в том числе и наших великих политических деятелей той эпохи, и современной России. И мне еще понравилось высказание, которого здесь нет, тоже, по-моему, выяснилось Черчилля. Россия настолько великая и большая, что что бы вы ни сказали, все будет правдой. Задумайтесь на секунду. Вот что бы вы ни сказали, и все будет правдой. Потому что можно в разных местах найти совершенно разные иногда просто диаметральные противоположные вещи. Я благодарен огонь президенту, нашему последнему, Медведеву и Путину, за то, что мне удалось поработать и с Медведевым, и с Путиным. И благодаря тому, что я работал с ними, я побывал во всех регионах Российской Федерации. Во всех 85-ти. Это действительно очень интересно, и сегодня немного даже на правительственном уровне людей, которые занимаются сложной политической и профессиональной правительственной работой, но побывали везде. Просто времени не хватает. Я поставил задачу, первые два года я практически посетил все регионы Российской Федерации, прежде всего, занимаясь инспектированием детских учреждений. Ну, я знаю, что в Англии вообще принято так называемые отработки социальные, надо посещать различные социальные учреждения. В некоторых университетах даже вас не допустят зачетов, если вы там определенные часы не посещали. Я всегда про это говорил везде, выступая перед студентами в России. От Магаданского университета до Красноярского федерального университета, Архангельского северного федерального университета и того же Ростовского университета. Везде говорят, ну, возьмите на себя такую миссию. Ну, вы молодые, вы активные. Ну, придите к тем, кто нуждается в помощи, в защите. Вот многие из вас были в детских домах. Можно, да, спросить. Кто был в детских домах? Вот. А кто был из вас, например, в 100 детских домах? Я был в 1248 детских домах России. Понятно, что это была моя специальность. Просто, честно говорю, когда я пришел на эту работу, я до этого был два раза в детском доме с какими-то благотворительными миссиями и все. А тут пришлось в работе 1248 побывать. И за это время их число все равно сократилось. Вы тоже должны знать. Вот что касается, что-то я свою презентацию устроил больше исходя из того, что будет интересно тем, кто учится сегодня. Тем, кто думает о том, как построить свою жизнь, как построить карьеру правильно. Какую профессию исправить, несмотря на образование. Потому что я твердо уверен, что не образование определяет будущую профессию. А есть такое понятие, как призвание. Задача государства, общества, да и всех. Семьи, родителей, доставников, кого угодно. Помочь вот это призвание почувствовать молодому человеку. Потому что я встречал, как и молодых людей, которые занимались, сразу понимая, к чему у них лежит душа. Может быть тяжелым и интересным для них делом. Так их встречал взрослых людей, вполне себе состоявшихся уже и совершенно несчастных из-за того, что они всю жизнь занимались не своим делом. Хотел человек быть оперным певцом, но не всегда для этого. А он всю жизнь работал инженером на заботе. Поэтому очень важно почувствовать это самое призвание. Ну и понятно, что когда, как я вам сказал, в 93-м году я пришел в адвокатуру, у меня нет династийности в моей семье юридической. Потому что, конечно, хорошо приходить адвокатом, когда у вас папа, а еще лучше и дедушка были адвокатами и так далее. У меня, к сожалению, не было адвокатов, юристов. У меня все педагоги сплошь в периодах, начиная от прабабушки, бабушки, мамы, старшей сестры, двух теток с бабушкиной стороны, двух теток с дедушкиной стороны. И даже моя жена тоже педагог. Поэтому мне нужно было, наверное, быть учителем, но я стал юристом. И понимая, что нет за спиной вот этих поколений, придется самому прокладывать дорогу, я, собственно говоря, это и делал. Как это сделать максимально эффективно? Ну, вот есть правило, которое мне всегда очень нравилось, всю жизнь я ему следую. Шарль де Голи его сформулировал. Выбирайте самый сложный путь. На нем конкурентов меньше всего будет. И надо сказать, что когда я пришел в адвокатуру, я сразу за первые три месяца, три месяца это испытательный срок в адвокатуре, который вам дается. То есть я провел 27 бесплатных дел, абсолютно бесплатных, потому что это дела по назначению, так называемые. И на тот момент это был даже рекорд. На тот момент, потому что мне говорят, 27 дел провести, то есть провести это с состоявшимся приговором, который уже дальше не обжаловался, потому что, в принципе, все были достаточно довольны результатом моей работы. И я всегда следовал этому правилу, даже в работе, которой я занимался последние 7 лет, я пошел по самому сложному пути. Можно было сидеть на старой площади в шикарном кабинете с телефонными вертушками, поднимать трубочку, звонить, говорит, алё, как там дети и так далее. Я ехал туда, где было сложно всегда. Потому что ЧП я прилетал. Я человек легкий до подъема в этом смысле. Летел, разбирался везде, где это можно было. В этом, с одной стороны, наверное, преимущество, потому что, действительно, по сложному пути нет конкурентов. Но, с другой стороны, это немножко тебя делает уязвимым. Потому что, когда ты вот здесь и надо принимать решение, понятно, что в любом случае у этого решения, какое бы ты ни принял решение, будут и сторонники, и противники. Правда? И вот здесь уже, чем активнее те или другие, будешь получать по полной программе. Так, собственно говоря, периодически происходило. Тем не менее, дело двигалось и дело делали. Ну, конечно, мы говорим о профессии. Мы говорим о том, что, почувствуя свое призвание, надо выбрать эту правильную профессию. Не надо быть и профессионалом. Потому что, если вы каждый день будете доказывать, что вы адекватны тому, что от вас ждет, прежде всего, если вы адвокат, ваш клиент, доверитель, подзащитный, как угодно называете, то, понятно, дам или поздно, вы ставите профессиональный банкрот. Поэтому надо все время совершенствоваться. Надо быть в курсе изменений, которые происходят. Надо заниматься серьезно теми вопросами, которые вы взялись вести для человека, который доверил вам самое дорогое. Ведь человек приходит к адвокату в ситуации, когда либо он уже чего-то лишен. То есть, это может быть свобода, имущество, права. И он надеется только на вас. Рядом может неправильно оказаться. Человек может быть ложно обвинен в самых страшных преступлениях, которые только могут ему вменить. И при этом человек должен понимать, адвокат должен свято соблюдать правила, что каждый имеет право в защиту. И адвокат – это тот человек, который всегда будет рядом, что бы человек ни совершил. Потому что даже когда рассуждает на тему о том, что вот вы же понимаете, ваш подзащитный такой-сякой людоед, не знаю, маньяк, кто угодно, убийца. Тем не менее, что делать? Адвокат не может сам приносить приговор, правда? Не может и не должен. Адвокат абсолютно субъективен. Не зря американцы часто говорят, адвокат – это кто? Это нанятная совесть. Вот такое выражение есть у американцев. Ну и в чем-то, наверное, можно согласиться. Потому что адвокат всегда должен быть рядом и отставить ту позицию, которую занимает его подзащитный. Конечно, занимаясь своей профессией, занимаясь, в частности, юриспретенцией, надо понимать, что не только учиться надо, чтобы быть всегда профессионалом, не только совершенствоваться, не только следить за изменением законодательства, вести дела, разбирая их на молекулы. У меня есть такое правило – любое дело разобрать на молекулы. И тогда будет легче выстроить защиту. Но и учить. Ведь вы сегодня, вот те, кто учится, в частности, в Номовской школе экономики и политических наук, вы уже не ученики, вы уже не учащиеся, вы уже не студенты. Вы уже сами, люди, готовы нести те знания, которые получили дальше. Вот не случайно, когда я учился в ВУЗе, начиная с третьего курса, я уже преподавал на факультете, у вас был заочный факультет, преподавал шведский язык. Я очень шведский язык, очень неплохо им занимался. И при первой возможности я шел и преподавал шведский язык. Ну, это не было нерегулярно, там раз, два, сколько было возможно. Но идти и преподавать, учить других. Потому что, когда ты общаешься со своими учениками, ты не только передаешь им знания, ты получаешь от них вопросы самые актуальные, самые современные, самые животрепещущие. Вот мы сегодня закончим презентацию, вы мне задаете столько вопросов самых актуальных. Я же с таким багажом уедраться, или еще буду месяц думать над тем, что вы меня спросили и что вы мне сказали. Поэтому это очень важно. Это дает ощущение жизни. Поэтому, несмотря на то, что я не стал педагогом, при первой возможности, как только получилось, уже в 2002 году, когда я вернулся из Америки, я сразу пошел преподавать. Делать с удовольствием всегда. Я до сих пор числюсь заведующим кафедрой гражданского процесса в Российском государственном гуманитарном университете. Ну, часов пока нет, потому что там сократили все ставки, и нет возможности такого дорогого лектора оплачивать для моего университета. Хотя я всегда почти выступал, то есть всегда, не то, что почти, а всегда выступал везде бесплатно, делался с удовольствием. И при первой возможности, даже выполняя миссию представителя президента по защите детей, приезжая с институционными поездками в различные регионы России, я всегда спрашиваю, какие есть базовые вузы, есть ли возможность встретиться со студентами, пообщаться на эту тему. Поэтому учиться надо так, чтобы уже, получая знания, иметь возможность их дальше передавать. Ну, и в том числе это полезно для того, чтобы проверить их на практике, насколько хорошо вы их усвоили. Вот это замечательный слайд, вам очень нравится, потому что я искренне считаю, что любой опыт важен. Так довелось, так случилось, что я тоже разными занимался вопросами в жизни, но я считаю, что ни одного дня, ни одной секунды, ни одного мгновения не прошло напрасно. Была возможность начать писать. Я писал, выступал со статьями. Первую свою статью я написал, наверное, в классе четвертом, когда еще была газета «Пионерская правда». Потом на радио я писал, потом, служа на границе два года, я служил в пограничных войсках, я регулярно писал, ну, практически каждый месяц, через месяц публиковался «Пограничники северо-западного округа». Это газета была. При возможностях сегодняшних, когда все коммуникации к вашим услугам, начиная от социальных сетей и кончая сайтами специализированных, я считаю, пренебрегать этим нельзя. Надо этот опыт тоже осваивать. Была возможность на радио вести программу. Я полтора года вел программу «Час адвокатов». На радио тогда появилось модное радио «Сити-ФМ». Не знаю, существует или не существует, но сейчас, это был 2004-2005 год. Я на радио вел эту программу. Появилась возможность на телевидение давать комментарии, а потом ввести программу, не знаю, может кто-то и помнит, программу, которая 9 лет ввел, программу «Час суда». По-разному можно было к ней относиться, но тем не менее, это программа, которую смотрели миллионы зрителей, программа, которая была нацелена исключительно на то, чтобы заниматься правовым просвещением. Это такой своеобразный, юридический ликбез. Без претензий на то, чтобы это был суд какой-то высшей инстанции и так далее. Но наша задача была показать, как простой человек может и должен представлять свои интересы в суде. Потому что я, скажу честно, я был и остаюсь, я часто себя называю наивным адвокатом. Наивный адвокат – это который верит, что то, что написано в Конституции, все равны перед законом и судом, так и существует в жизни. Если бы я в это не верил, то мне было бы сложнее гораздо защищать моих подзащитных, моих доверителей. Потому что я верю, что закон рано или поздно должен торжествовать. Я много раз бывал в ситуации, когда следователи смотрели у меня, вытащили в глаза, и говорили, вы что, не понимаете, кто за этим делом стоит? Что здесь за дело? Нет, не понимаю. Я понимаю только одно, что, как говорил, по-моему, Федор Якифорович приват от этого, да? Что за прокурором стоит закон, а за адвокатом живые люди. Вот это я понимаю. Дальше он говорил, что эти живые люди взбираются ему на плечи и очень страшно оступиться с такой ношкой. Вот это я вот понимаю. Все, пожалуйста. Поэтому я был и остаюсь человеком свято верящим, потому что закон равен, все равны перед законом, и закон для всех изменений. Я вот, честно говоря, ошибся. Мне сказали, что у вас Петр Олегович Абин выступать должен. Я думал, он здесь будет сейчас сразу. Мне понравилась именно эта картинка. Она, кстати, на сумочке сделана. Что? Тем не менее, мне очень часто, особенно когда я начал преподавать, задавали вопрос о том, как построить правильно карьеру адвоката, как правильно относиться к своей профессии, как правильно выстраивать отношения с доверителями, ведь люди разные. Правда, некоторые приходят, я помню 95-й год, ко мне приходят женщины и говорят, так, вы же адвокат, а я часто сидел просто на приеме. На приеме это когда ты дежуришь. Ты же приходишь к своему коллеге адвоката, садишься и с улицы принимаешь людей, которые приходят на консультацию. Значит, она заходит и говорит, так, вы адвокат? Я говорю, да. Так, скажите мне, куда здесь в суде деньги приносить? Я не понял. Вы у меня сына арестовали, вот он уже в суде, в Останкинском делу, мне надо в суде деньги передать. Вы же адвокаты для этого. Знаете, вам, наверное, не сюда, может быть, вам в прокуратуру, давайте вам адрес дам. Да? Она ушла, обиженная, пришла через день, опять ко мне, попросила, сказала, вот у вас молодая такой при нема, в Астане. Можно? Да. Она говорит, ну да, хорошо, я поняла. А скажите, что делать? Ну, давайте разбираться с этим делом. И мы с этим делом разобрались. Действительно, была уникальная история, не хочу сейчас долго занимать ваше время, но парень абсолютно абсолютно хороший парень, такой, труженик, работает на станции Лобня железнодорожной. Значит, параллельно учится в институте железнодорожного транспорта в вечернем факультете. ему обещают, что его переведут с этих стрелочников каких-то водителей на этой же станции. Он же права получил на грузовую машину. А у него во дворе такой оператор живет с соседом, у которого точно такая машина из него стоит. Ну, вот у него возник соблазн. Взял, сел на этой машине, покатался немножко и заехал в канаву, из которой не смог выехать. В 4 утра проезжающий патруль полиции, милиции тогда обнаружил его, а это был в феврале, где он откапывал эту машину и пытался вытолкнуть оттуда. Выехать из канавы. Первый вопрос, который задавал каждый человек, кто знакомился, он говорил, что он дурак, что бросил и ушел. Он говорил, нет, как я могу бросить, это же соседская машина, нужно вернуть ее на место было. Ну, и, собственно говоря, был задержан для угольщиков, наобили. Вот и все. А дальше уже оказалось, что перед этим он благодослужил в армии, перед увольнением со службы, на него прапочник подписал недостачу, он там все подписал. Ему дали три года условно военным трибуналом за то, что он похитил. Он похитил. Надо было просто на него посмотреть. 44 комплекта парадной одежды, 20 ящиков тушенки. Ну, все, подписал все, что прапочник ему дал. Ему дали условно три года. Вроде бы ничего, и уволился нормально, не забыли все про этот условный приговор. Но когда ты в рамках неотбытого наказания по условному приговору вдруг попадаешь в поле зрения правоохранительных органов и получаешь еще одно наказание, то тут никто ничего не может поделать. И судья должна была ему дать реальный срок. И это было смешно, когда он приехал. А пока дело шло, ну, во-первых, его освободили, потому что он и учится, и все. Из-под стражи приходил в суд, являлся, все, приходил. И судья никак не могла его просто посадить, потому что я уже заходил в судья, и я такой хороший парень, я ничего не могу сделать, ему надо сажать, потому что у него там приговор три года условно, и здесь минимум год надо давать, а три плюс один уже четыре. Беда. И она тянулась этим делом, дотянули до мая, в мае он уже получил машину, он уже возит на машине, ездит, как ему обещали, приезжает на последний процесс начальника этой станции, лобня товарная, значит, выходит в процесс, мы выходим, дотянули до мая, то есть у тебя говорит, я бы посоветовалась там, ну, как парамон говорит, с Мосгорсудом, чтобы мне отменили, четыре месяца ему даем, четыре месяца. А у него еще проблема, у него еще учеба, и он просит, говорит, можно меня так посадить, чтобы я вот летом посидел, а осенью пришел учиться опять. В общем, согласовала, четыре месяца ему дает, и объявляет приговор, значит, арестовать в зале суда, четыре месяца решения свободы. В это время вскакивает в зале суда от начальных станций Лобни, говорит, дожди секундочку, а кто меня домой-то повезет? Он же меня привез, мы с ним приехали. Она говорит, ты что, издеваетесь, судья? Она говорит, хорошо, суд объявляет перерыв, в понедельник придешь с вещами, я объявлю приговор, и сядешь. Ну, это был 95-й год, давно. А потом мама мне его позвонила в октябре, то есть в мае он сел, в мае, в июне, в июле, в августе, сентябрь, в конце сентября он освободился, вам позвонил в октябре, говорит, все, он 4 месяца отсидел в матросской кишине, вышел, пошел учиться дальше. Такие вот бывают дела, отказывается. Поэтому, когда с этими делами, с такими сталкиваешься, смотришь, понимаешь, что да, совершил, да, наверное, преступление, правда, ничего невозможно сделать. Так вот, когда меня спрашивают, и спрашивали студенты, особенно, вот как быть? А я говорю, вот очень просто, покупайте сумку Альфа-банка, открывайте счет, и там все написано. Надо быть честным, и это очень выгодно. Я всегда считал, и честно говорю, надо быть честным перед доверителем, перед тем, кто к тебе обратился. Ну, нельзя его обманывать, потому что это, ну, и нехорошо, и неправильно, и по совести, и не по-человечески, никак. Конечно, надо быть честным перед своим, перед делом, которое ты делаешь, и дело непосредственно в человеке, который тебе доверился, и честно перед самим собой, потому что, если ты не можешь честно сказать своему доверителю, что ты, например, не справишься с этим делом, или то, что не можешь сделать того, что он хочет от тебя увидеть, а ведь я как раз и начал эту историю с того, что вот мне надо деньги отдать судье, потому что я знаю, что судья принят решение. Судья и так принял решение, то, которое максимально лояльно могло быть в этой истории, правда? и без всяких денег, без всяких денег, потому что все понимают, что вот она ситуация, если мне это забраться досконально, собрать все доказательства, которые можно, а в этом одна из задач адвоката, собрать все доказательства, чтобы показать, что это не просто какой-то жулик, который взял машину, угнал, мурегану, поймали, скрутили полицию, можно же и так прочитать эту историю, правда? А это другая история, совсем другая, другой человек, и люди за него заступились, и я в общем всегда старался все доказательства собирать по таким делам, надо быть честным, ну и вот честным перед самим собой, чтобы сказать себе, могу я это дело вести, могу я помочь, не могу, потому что до момента, пока вы не заключили договор, вы можете еще, вот, интересный момент в нашей жизни, особенно сегодня, когда ни один шаг, ни один поступок, ни одно слово не остается незамеченным, в полу коммуникации, понимаете, мы здесь в лондоне сидим, девушка зевнула на предпоследнем, я иду, а уже в фейсбуке ее фотография, Астахов рассказывал так скучно, что все зевали и спали, и она крупно плавала. Действительно, мне нравится очень это высказание с ЛТП «Щедрина», потому что, ну это раньше газетка, сейчас, наверное, чем-то, социальными сетями, как-то, так случилось в жизни, что я очень много, очень часто защищал и помогал журналистам, опять же, вы немножко другое поколение, вы уже не помните, вот возвращаясь на слайд назад, Альфа-банк, в 2004-2005 году, знаменитый дел Альфа-банк против коммерсанта, тут коммерсанта, я вспомнил вас, коммерсанта, в этом самом, в братской могиле, там было написано, внизу, как партнер, никого нет из коммерсанта, я просто помню, когда это дело было, и когда Альфа-банк отсудил 11 миллионов долларов, больше 11 миллионов долларов, за порубленную честь, достоинство, не за честь, достоинство, за деловую репутацию, вот, и коммерсант реально заплатил эти деньги, причем заплатил перед Новым годом, 27 декабря пришли судебные приставы, изыскали с них 11 миллионов долларов, и люди остались без зарплаты, без премии новогодней, без бонусов, это была трагедия, это было тяжелейшее мрачное состояние перед Новым годом, и когда я взял это дело, уже дважды проигранное в первой инстанции, во второй, когда не было апелляции, тогда было касаться, а потом апелляция, и уже в третьей инстанции, когда решение уже все, вступило в законную силу, его развернули вспять, четыре с половиной часа допроса, я выдержал трех судей профессиональных, которые меня гоняли, как мальчишку просто, по всем, а зам, касающийся защиты деловой репутации, тем не менее, суд принял решение вернуть деньги коммерсанту, и вот на следующий, не на следующий день, в этот же день, вечером я поехал в коммерсант, и конечно такие минуты не забываются, я говорю про адвокатские переживания, представьте, вы приходите, две тысячи человек, в издательство дома коммерсанта, стоят, и куда бы ты ни зашел, тебе везде аплодируют, потому что люди, вот, увидели реально пользу адвоката, который помог развернуть это решение, и вынесли действительно справедливое решение, поэтому, вот, можно сказать, это было дело, когда я защищал две тысячи журналистов, было еще дело, еще раньше, холдинга НТВ, Медиамоста тогда, журналисты НТВ, Эхо Москвы, многих из Эхо Москвы я защищал, есть прецедент, которому сейчас исполняется 10 лет, кстати, в мае, надо статью написать, хорошо, что я к вам пришел, вы мне напомнили, что надо писать, это прецедент в кредитационном суде, как адвокат я защищал генерального директора тогда, генеральный зам, генеральный он был, Сергей Бутман, он до сих пор на Эхо Москвы выступает, я защищал его, и в кредитационном суде, есть решение кредитационного суда, касалось это предвыборного законодательства, потому что журналистам тогда запретили, в 2006 году это начало, в 2007 году это закончилось, правильно, запретили журналистам обсуждать кандидатов, кандидатов, которые баллотируются на какие-либо выборы, любого уровня, от муниципальных депутатов до Государственной Думы, представьте себе, журналистам просто запретили, или такую норму, закон о избирательных правах граждан, вот эту норму мы оспорили, и ее признали неконституционной, можете зайти посмотреть, в базе конституционного суда, я заявитель адвоката старший, поэтому мне это было очень приятно, опять же это прецедент, который касался журналистских прав, права на собирание информации, распространение информации, мало того, когда в 2007, 2008 году, в 2009 я стал членом общественной палаты, я даже выпустил справочник по делам, которые я вел в защиту журналистов, это так и называется, справочник для редактора, журналиста, издателя, и там конкретные прецеденты, конкретные дела, которые рассматривались, именно связаны с защитой чести, достоинства, деловой репутации, правом распространении информации, правом на защиту источника получения информации, которые, кстати, сегодня разрушены в Америке, мне было очень удивительно, потому что я и учился в Америке, и стажировался, как я уже сказал, но в свое время создали прецедент, после сентября, 11 сентября, знаете, в рамках законов, которые были приняты тогда, противодействия терроризму, но они не касались террористической деятельности, были осуждены журналисты в СНФ, которые не хотели раскрывать свои источники, просто задали вопрос, или вы раскрываете источник вашей информации, либо вы, значит, получаете срок. Они отказались раскрывать источник информации. Нам здесь легче, потому что мы в Европейском суде права человека неоднократно эти вопросы рассматривали, и Европейский суд права человека стоит железно на позиции того, что если журналист не раскрывает источник своей информации, он имеет на это право. У нас есть такой прецедент. Поэтому, конечно, журналистам не только с ними надо дружить, надо их защищать. Мне очень понравилось время, может быть, вы видели, сейчас гуляет интервью Сергея Петровича Капицы, который незадолго до смерти дал очень большое о том, как он пессимистично смотрит на то образование, которое дается, ну, в тот момент, в 2005-2006 год тоже. И там вот такая фраза была замечательная, что останется после нынешнего поколения. Действительно, мы сегодня привыкли как-то себя упрощать себе жизнь, смс-ками обмениваться. Раньше брали перо, там, пока же чернила, подписали. Пушкин, извините, за время ссылки в течение одного года написал больше ста произведений, перышками и по бумаге. А мы смс-ками научились трощить, в кармане одной рукой, чтобы не видно было. А мне в свое время очень понравилась фраза Анатолия Рыбакова, которую, как вы знаете, ну, в моем детстве, по крайней мере, мы читали такие рассказы, как «Кортик, бронзовая птица, последнее лето детства», а потом позже стали читать «Дети обратно» и так далее. Он сказал, чтобы написать, надо писать. И привел очень простой пример. Каждый человек, каждый сидящий здесь, как, в общем, большинство на свете, может одну страницу в день написать. Правда? Можно одну страницу в день написать? А вот если вы это делаете регулярно, то за год у вас собирается 365 страниц. 365 страниц – это книга. Реально хорошая книга. А внизу, вот я продемонстрировал этот слайд, теми книжками, которые вышли из-под пыра, как правильно сказать, рук, машинки, компьютера, вашего покорного услуги. Вот весь ряд, здесь не повторяется, только там переизданы некоторые книжки. В разное время. Вот есть там ряд вот этих книг «Час суда», которые выпущены были по тем делам, которые рассматриваются. Вот такие совсем, для тех, кому интересно. Ну вот романы, это моя отдельная любовь, романы, которые я до сих пор пишу. Поэтому надо, надо писать. Не только в смс, не только в социальных сетях. Написать, чтобы что-то оставалось. В день страничку написал и положил. Есть ситуации, когда невозможно это опубликовать, есть ситуации, когда вы не хотите делиться с этим. Но вы знаете, раньше писали в дюняке, а потом эти дневники, когда открывали, неважно, или на общее обозрение, или даже в семье читали эти дневники, узнавали очень много интересного и нового. Поэтому мое мнение однозначно, надо писать. Я сейчас тоже пишу параллельно две книги. Одну в стол, потому что сейчас публиковать ее нельзя. Называется она «Омбудсман». Обо всем, что происходило в моей жизни последние семь лет. Публиковать я ее не буду сейчас. С руководства себе поставлю лет 5-10. Пускай лежит в столе. Замечательно. И параллельно сейчас роман заканчиваю я про так называемые группы смерти. Вы видите, что происходит. Сейчас у нас подростки втягиваются в эти сообщества. Абсолютно разрушительный характер, который носит эти сообщества. Я не могу сказать, что это целенаправленная война против наших детей, но тем не менее со стороны это может выглядеть и так. И я решил об этом правду написать, потому что занимался этим профессионально, разбирался с этим, почему это происходит, как детей втягивают в эти сообщества, почему их подталкивают покончить жизнь самоубийством, кто этим занимается. Так. Ну, опять видите, Мистер Чаршилль, поскольку мы в Англии, кому оперировать, как Мистер Чаршилль, который, вы знаете, сам прошел уникальный путь, на мой взгляд, был и либералом, и консерватором, кем он только не был, лихим гусаром и премьер-министром. Ну, эта фраза абсолютно актуальна, потому что не только Мистер Чаршилль, я помню, как Юрий Владимирович не был, буквально то же самое сказал в каком-то 92-93 году, мне понравилась эта фраза. Поэтому, если вы что-то делаете, то, безусловно, будут противники того, что вы делаете. Ну, а в этот рецепт, конечно, чтобы не было противников никаких, если вы хотите, чтобы вас никто не критиковал, не трогал, просто можно сесть на диване и ничего не делать, но при этом быть никем. Потому что это вещи абсолютно связаны между собой. либо вы выходите, отстаиваете свою позицию. Слава Богу, мы сегодня в современном мире живем, когда все меняется, и меняются подходы, и меняются какие-то принципы, которые казались нам незыблемыми раньше. Мы видим, как в Америке побеждает демократичный избранный президент, над которым вчера все смеялись, и сегодня все должны снимать шляпку, просто из уважения к тому, что его избрали. Вот и все. И мы видим, как к этому относится одна часть общества, другая часть общества. Насколько популярен у нас сегодня в России, потому что из каждого утюга сегодня рассказывают про Трампа. Тем не менее, это все происходит, и мы понимаем, что мир серьезно меняется, серьезно меняется, и сегодня как раз время что-то делать, что-то делать. И каждый может сделать в меру своих сил. Очень важно для любого человека, и не только для юриста, а для любого современного человека уметь видеть перспективу. Я очень часто экспериментировал и задавал вопрос с людьми, с которыми общался, в частности, по государственной службе. У меня была практика. Мы приезжали группы инспекционные в регион, проверяли все днецкие учреждения, сиротские, все. Не просто, в которые там приехала высокая комиссия, нам показали концерт, съели торт, и замечательно. Нет. Во все учреждения приезжали, иногда по 3-4 недели, инспектировали, смотрели все от сберкнижки, на которой должны лежать деньги сиротские, их никто не имеет права трогать, до подушки, одеяла, на которых ребенок спит, кружки-чашки, из которых он ест. И я часто задавал такой вопрос, да практически всегда. А потом, после всего этого, мы проводили совещание с губернатором и всеми профильными министрами. Я спрашивал министра Союза защиты, скажите, пожалуйста, а через год что у вас будет в частности с детскими приютами, детскими домами? Сколько их будет? Какие они будут? Ну, через год ответил. Хорошо. А через 10 лет что будет? Практически никто не может на этот вопрос ответить. Почему? Как будем? Почему? Министр, который занимается этим вопросом, не может ответить, что будет через 10 лет, как он видит себе эту систему? Потому что так привыкли, так работает система. Вот сегодня прожили день, и ладно. Бюджет есть, а часть все отвечали как через 10 лет, а 10-летнего бюджета же не бывает. Как бюджет утверждят, они так и живут. От бюджета до бюджета. На мой взгляд, это совершенно неправильно, потому что эта узость мышления, она не позволяет принимать стратегические решения. И мне стоило достаточно серьезных усилий объяснить именно людям, представляющим систему, как на региональном уровне, так и на муниципальном уровне, потому что у нас органы опеки, это муниципальные органы, детские приюты для бездомных детей, для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, тоже муниципальные приюты. Вот муниципальный, региональный, федеральный уровень, мне приходилось объяснять, доказывать, что система не может постоянно пополняться детьми, постоянно тратить эти деньги, потому что это неправильно. Потому что не может быть такое количество детских домов, не может быть такое количество детей бездомных, и может быть такое количество детей сирот или брошенных детей. Это неправильно. Мы не та страна сегодня, которой может быть кто-то нас по старинке считает, в том числе и внутри страны. Люди, которые не разбирались, не смотрели на эту систему, они не понимали, как это может быть. Вроде так всегда было. Хорошо. Я просто увлекся, видите. Поэтому очень важно, а самый простой путь, конечно, это вот предсказать будущее. Пообещать и сделать. Все. Машина времени есть у каждого. Обещайте и сделайте. Вот чуть-чуть осталось совсем. Ну, конечно, при всех тех посылах, которые я сегодня попытался вам дать, возникает вопрос, а когда все это успевать делать? Может, действительно, все-таки лучше на диван, и все, и спокойно. Можно найти время, всегда можно найти на все время. Вот Чехов в то время замечательно сказал, а его можно перефразировать и сказать, если хочешь успевать, делай как можно больше. Я вам сегодня сказал о нескольких прецедентах и делах, которые я ввел, и каждый человек, я вам себя уверяю, может быть первым, может в чем-то, потому что, почувствовав свое призвание, поняв, в чем вы лучше других, вы можете создавать прецеденты, создавать так называемые тренды, хотя я не люблю этого слова, моду, направление, как угодно, совершать открытие, но просто проявлять инициативу. Хотя мы часто знаем, что инициатива на каждом, правильно, это так. Ну и, конечно, главную победу надо одержать над собой. Я не мог удержаться, чтобы не поставить этот слайд, потому что я считаю, что одна из самых больших побед в жизни, моя, но над самим собой, это, конечно, 180 километров на лыжи до Северного полюса еще в компании семерых детей, с которой вы были дети-инвалиды. Мы нашли, мы это сделали, вырезали эти замечательные буквы на Северном полюсе, и поставили там знали. Ну и, чтобы все знали, вот эта картинка, нарисованная Андреем Грюшев в 95-м году, в 95-м году, долгое время висела в Конституционном суде России, в пресс-службе. Именно вот это. Добрый лет мне висела. Вот. Я могу, нам не хватит времени, просто, я могу вам часа четыре рассказывать про людей, которые приходили ко мне как-то мама, и их дела заканчивались не просто адвокатской победой или юридической победой, но действительно это было определенное вот, как правильно сказать, счастье, наверное, да? А еще могу рассказать про людей, которые приходили ко мне, звонили через день, говорят, слушай, я к тебе собирался целый год прийти, позавчера к тебе пришел, а вчера мой вот этот вот оппонент, который три года меня мучает и не дает мне покоя, пришел ко мне, говорит, ладно, давай договоримся, давай разделим бизнес. Такие ситуации были. Ходите вверх, не ходите вверх. Но приношу удачу. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, всегда обратите на связь. В любое время. Время, дети, подпишитесь, инстаграм написать. Знаете, это последний анекдот на границе. Цель вашего визита выпендриваться в инстаграме. Спасибо большое по голосам за вашу интересную речь. Сейчас передем к вопросам, и я бы хотела вам задать такой краткий вопрос, мне кажется, наши футбики будут интересны. Какие преимущества заграничное образование приносит тем, кто потом возвращается в Россию, как вы считаете? Любое образование дает преимущество перед необразованным. Правда? Начнем с этого. Любое образование. Я вот не случайно поставил слайд «Учись и учи». Потому что я тоже привык с уже не учиться. В каком-то 96-м году, где я вел дело, связанное с экономическим вопросом, я специально пошел на бухгалтерские курсы. Полгода ходил на бухгалтерские курсы. Сидел с такими тетушками, знаете, приходят те, особенно, кто остался без работы. Куда идти? Пойти на курсы, потом стать бухгалтером. Говорят, хорошо платят за это. И я ходил и сидел на этих бухгалтерских курсах. Могу баланс составить. Сейчас, наверное, уже не смогу, но тогда могут. Поэтому учиться надо, конечно. Что касается иностранного образования, опять же, я сегодня уже несколько раз упоминал. Я сам учился, старший сын учился за границей, в среднем, например, напрочь отказывается. Закончил ГИМО, не хочет ехать за границей куда-то учиться. Но я считаю, что это очень понятно. Потому что, во-первых, вы видите МИН, вы видите другую систему. Если это экономика, значит, это экономические знания. Если это юриспруденция, мне было архи-сложно учиться в Америке, потому что, на мой взгляд, там все перевернуто сколько на дому. Потому что, ну, прецедентное право, оно не как у нас, от общего к частному, а от частного к общему идет. Да? Другой вектор. Ну, как в Англии, в частности. Мне это стоило огромных усилий, месяца три. Я приехал туда уже, работая адвокатом, почти десять лет. Мне было очень сложно перестроиться. Я перестроился, похудел на 15 килограмм, занялся серьезным спортом, чтобы как-то укреплять и не спать у себя, и не спать на лекциях. И, мне кажется, обучение за рубежом, если есть такая возможность, надо ехать и учиться. Надо ехать и учиться. Обязательно. Но понимать, где вы пригодитесь. А я считаю, что принцип, где родился, там изгодился, он все-таки существует. Спасибо большое. Спасибо. У кого есть вопросы, поднимите, пожалуйста, руки. Второй лент, пожалуйста. Вы сегодня сказали, что надо быть честным. Несколько раз повторили этот лозунг, который нужно ехать по банку. Можете ли сейчас быть честным, находясь здесь в Лондоне, и сказать, почему вас ушли с должности уполномоченного? Ожидаемый вопрос. Что значит ушли? Я принял решение, написал заявление, ушел. У меня никто не уходил. И тем более, ну, наивно полагать, что за слова у нас увольняют. Если бы у нас увольняли за слова, знаете, у нас несколько политиков уже в двух стенах растягивали. Правда? Поэтому, может быть, чуть раньше надо было уйти. Не знаю. Я принял такое решение. Мне предлагали остаться, мне предлагали другую работу. Я решил вернуться в другую работу. Я сделал достаточно много. Вот и все. Я честно вам отвечаю, как есть. Книги ваши будут описаны? Обязательно. Вы доживете. Я надеюсь, после этого вам доживется. Да нет. Вопросы, еще раз говорю, ожидаемый, поэтому... Ну, у меня, наверное, такое публичное выступление одно из первых, после Майдс Таффлинга. Просто зачем это было везде рассказать, и говорить, а я говорю, как есть. Я могу спокойно работать до сих пор. Ну, ну, У кого есть еще вопросы? Вы же знаете, как все забывается, правда? У нас несколько министров, столько, наверное. Здравствуйте. очень много. Очень спасибо за ваше очень интересное вступление. Вопрос такой. Принимаем в отчет вашу наглядную практику в России и знание иностранной перспективы. Как вы считаете, есть ли в России сейчас кризис судебной системы и чтобы лично вы хотели бы улучшить в нашей судебной системе ее респонденции? Ну, кризиса в судебной системе нет, конечно, так нельзя сказать. Есть, есть, все в конечном итоге убирается в людей, потому что я знаю огромное количество судей за 20 с лишним лет адвокатской практики. Многие через меня прошли, я видел судей, которые в 90-х годах приходили в судебную систему. Абсолютно новые люди, абсолютно новые люди с людьми взглядами. Все не изменилось. Сегодня реформа прошла в судебной системе, но продолжается внутри, такая внутренняя не реформа, а как бы перестановка, расстановка, оттачивание механизмов. Посмотрите, сколько много сделано. Появились комиссии квалификационные, которые сегодня не просто за проступки судей даже увольняют. А вот несколько примеров могу привести, потому что я смотрю практику в ходу суда, рассматривается на комиссии, взывается судья, в котором спрашивают, а откуда у тебя появилась такая машина в этом году? Потому что у машины не строят, или у жены появилась машина. Судья не может ответить на этот вопрос. И он уходит в отставку. То есть, представить, что такое было, скажем, там 10 лет назад, 20 лет назад, ну невозможно. Сегодня это есть. С другой стороны, и случаи какой-то несправедливости, которая, безусловно, возникает и происходит, они становятся более резонансными. Потому что, опять же, мы живем сегодня в эпоху коммуникации, об этом все говорят, это все обсуждают. Я сам попадал в ситуации, когда даже на этой должности, на предыдущей своей должности, были такие дела очень сложные. Вот Мосгорсуде было такое дело в 2011 году. Мужчину обвинили по отношению девочки. И разделилось общество, социальные сети кипели. Одни говорили, нет, этого не может быть, мы его знаем, он там на хорошем счете. Другие говорили, нет, он такой секой. Дошло до того, что представитель Мосгорсуда, это есть, можно найти в интернете, сказала, ну пусть Астахов приедет, изучит дело и разберется. Я приехал, сказал, спросите, я же не судья, чтобы разбираться в этом деле. Тем не менее, я посмотрел, увидел, что дело закрытое, материалы, понятно, закрытые, потому что касаются маленького ребенка. Но они очень убедительные. Опять же, я не уносил свое решение и суждение, потому что я не судья. Но, когда смотришь материал дела, я много раз в этом убеждался как адвокат. Снаружи все выглядит немножко по-другому. Немножко по-другому. Есть вещи, которые, с которыми не всех можно ознакомить. Поэтому у адвокатов есть правило золотое. Сейчас оно, конечно, немножко девальгировано, но у меня, у меня учили старые мэтры, теперь туда школа еще. Что не надо лезть и комментировать то, в чем ты не разобрался и в том, в чем ты не участвуешь. Если ты участвуешь в этом деле, то спроси у своего подзащитного, у своего клиента, можешь ты про это рассказывать или не можешь? Хотел бы он, чтобы это придавалось властности или нет? Поэтому и получается, что иногда кажется, что вопиюще несправедливое дело. Начинаешь разбираться и смотреть, там есть какие-то подводные камни. Непонятно, что кто громче человек на базаре кричит, что держи в уровне. Кто? Конечно, чтобы поселить панику. И такое бывает. Я не говорю, что это общее правило. И такое бывает. Поэтому каждое дело индивидуально. А кризиса в судебной системе нет как такового. Конечно, наверное, хочется может быть, еще больше открытости. Но была в свое время идея, да, транслировать процессы. Почему нет? Мне кажется, вполне возможно. Видеотрансляцию процессов замечательно. Тогда бы судебные ток-шоу вообще-то изжили себя и показывали бы вживую онлайн. суд онлайн. Спасибо. А последний? Ну, скажем, вы сейчас блиц по 15 секунд. Среди третий ряд синий, три-четыре машины. Вы упоминали ЕСБЧ как станцию, которую еще можно апеллировать в наших реалиях российских. И я хотел спросить, до сих пор ли это рабочее? Потому что, например, в последних нескольких случаях, к примеру, делали пресса, когда ЕСБЧ официально есть приговор и так далее. Я понял. Давайте я отвечу. Знаете, вот что касается уголовных дел, это всегда очень сложно. Меня больше интересует ЕСБЧ как резиденция, которую очень много внесла и сделала по гражданским делам. В частности, я еще раз говорю, что касается защиты деловой репутации, чести, достоинства, личных неимущественных прав, право на изображение, право на неприкосновенность личной жизни. Огромное число прецедентов, которые мне реально помогали. В том же деле коммерсанты просто цитатами суд сыпал из решения Европейского суда. Я защищал в свое время Степаршина, бывший премьер-министр России, который был тогда представителем счетной палаты. И просто Калининградский суд, Калининградская область, ну не Москва, правда, цитатами, опять же, то, что я давал, Линберг против Австрии и так далее, и так далее, всякие разные цитаты были из решения Европейского права человека. Поэтому в каких-то вещах работает. Опять же, я вот, ну не был я, ни в Киров-Лесе не занимался, ни в деле, там, что там было, Арифтэм, Арифтэм какой-то, Ла-Аше, и так далее. Ну не был, не был я адвокатов, не могу судить, даже не знаком с ним. Не сложно говорить, но многие прецеденты важны и применяются, и наши судьи акцентируют решение. Да, давайте, просто успеем. Успеем. Ну съезжу, 4 минуты. Спасибо большое, что пришли, за лекцию очень интересно. Скажите, пожалуйста, вы высказывали, что вы противник международного усыновления. Ну вы в Англии находите? Скажите, в Англии отдают детей за границу? Я не в курсе. А вы знаете, что Румыния не отдаёт за границу? Потому что в 2001 году Румыния запретила Евросоюз отдавать детей за границу. Потому что это коррупция, они не писали в своём решении. Мне больше интересует вот ваш личный день. По какой причине вы против ЭДО? Бонус? Вот посмотрите, тут 128 тысяч детей было, сирот в детских домах у нас. Ну это 11-й год, а на начало моей работы их было 172 тысячи. 172 тысячи детей было в детских домах России. Представьте себе. И теперь посмотрите, сколько их на 15-й год, а на конец 16-й их 60 тысяч осталось. В три раза меньше. За счёт чего? Не за счёт иностранного становления. Как вы знаете, с 13-го года иностранное становление очень серьёзно урезано. Американцев нет, все мы с нами тоже сказали, договоры заключаете. Россияне, общество ответило, поверило в усилия государства, в нашу работу поверило и стали брать детей. И берут. Пожалуйста, следующий слайд. У нас и правда. очередь на начало 2015-го года, это нет, визит, не да, сейчас укажу, где-то усыновители, 30 тысяч детей. Вот, 30 тысяч родителей стоит в очереди, за детьми стоит в очереди, российских родителей, российских. Надо же поверить в себя было. Для того, чтобы, говорите, международное усыновление или внутрироссийское усыновление, надо вернуться на 20 лет назад, когда всё это началось. Почему вообще появилась такая форма, как иностранное усыновление в России? Её никогда не было. Полторы тысячи лет её не было. И вдруг она появилась. И выросло поколение, которое считает, что ну так оно и есть. Такая данность сам, так просто сверху. Почему в Румынии не разрешают? В Тунисе, в Тунисе есть закон, запрещающий под страхом уголовную ответственность создавать ребёнка за границей усыновления. В Тунисе. Бедная страна. Я просто в Грузии много там живу, я знаю. Они приезжали ко мне консультироваться, советник президента моего приезжал консультироваться. Вот так. Это нормально, когда сама страна отвечает за своих детей. Понимаете? Она должна отвечать. Должна. Не людоездом заниматься и не продавать их за границу, а нормально воспитывать, не бросать. Стали бросать в три раза меньше за это время, за эти семь лет, пока я работал. В три раза меньше детей брошено. Но при этом, заметьте, последние четыре года по два миллиона детей рождалось. Больше рождаться стало, меньше стали бросать. То есть, понимаете, да, вы экономисты? Что-то про эффективность. Давайте, пожалуйста, поблагодарим Павелу Алексеевичу. Большое спасибо и всего доброго. Прикладайте. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok